Доброго ранку ребятки. Всем доброго раночку. Хорошего денечка вам. Хорошего. Улыбайтесь ребят. Весна. День начался сегодня. Прекрасно у нас. Выйшли за эмоциями. О, за эмоциями. Любуемся цветами. Все так быстренько повылазило. Тюльпаны уже такие. Царская корона. Да, да. И весна чувствуется, да, Витя? Прямо в воздухе. Что есть, то есть. Идем в любимую Аврору, да, Витюша? Сходим, да. Сходим. Движение. Нет, движение, движение. Да. Движение. И за овощами ВТБ, потому что что-то наслушалась я. Не, я не провоцирую никого покупать или не покупать. Но я считаю, чуть-чуть нам надо докупить лука, да, Витя? Морковки, свеклы, ну и капустки. Куда ж без капуст? Капуста – це сила. Была она по 20 копейками, да, Витя? Да, тут я недавно почув, так я знаю всегда, квашеная капуста – це дуже. Тут, оказывается, там витамин К2. Два. Да. Толщая. Витя – все. Доброе утро, ребят, поближе. Степашка вас встречает, ждет кушать. Но немного надо подождать, потому что он скоро меня съест. Чуть-чуть подожди, Степочка, чуть-чуть. Пришли мы с улицы, ребята, хорошая погода, ну, с такой легкий ветерок, и при этом плюс 8. Вот так, как тепленько. Ну, в общем, что, до Авроры не дошли, потому что затарились так, и далековато в Аврору. Сейчас пойдем немного погуляем на улице зданий, и потом уже, может быть, сходим и в Аврору, и в АТБ. Капусту мы не смогли выбрать. Во-первых, цена… Витя, давай скажи еще раз, цена то ли 23, то ли 22 с копейками, около 23. Но выбор, скажем так, не особо. Может быть, сейчас еще привезу, знаете, как выгрузят, и на обратном пути за скотчем возьмем капусту. Потому что сегодня мы закупку делали овощей, ребята. Вот. И даже у меня чек в руках, вы представляете? Я расту, расту. Так, значит, мандарины по… Сейчас мандарин на 60 гривен, а где его цена, этого мандаринки? По-моему, они по 73 гривны. Мандаринки вот такие под названием… Сейчас найду… Муркот. Муркот 2Т. Интересное название. Ну, мы их брали, они без косточек, тоненькая-тоненькая кожура, прямо очень тонкая. И при этом сочные, и перегородки жуются. Вот, именно такие я и люблю, и, ну, в общем, редко они такие попадаются. На рынке уже не рискую врать, потому что говорят, ой, сочный, без косточек. Придешь домой, кожура в палец, а и косточки, и не жуются перегородки. Ну, нам это не нравится, и поэтому на рынке я не беру. Лук, ребята, по… за килограмм… Так, боже мой, где ж тут цену указывают? Ага, ничего не понять, Витя. По чём лук мы брали? 52, 53. Ну, в общем, два пакета по 53 гривен. Два пакета взял и я, и, короче, Витя один набирал, пакет я другой. Такой он средний, не крупный, потому что крупный я не люблю. Значит, взяли лукозапас, потому что говорят все и обо всём, что овощи и фрукты будут очень сильно дорожать. Поэтому, ну, взяли сколько, сколько взяли, да и всё. До следующего урожая. Да, наверное, так, Витя. Так, яблочки сортовые по… по-по-по. Я что-то думала, здесь указывают цену. Это, наверное, в сельпо цену указывают. Ну, яблоко по чём-то, примерно по 13. 12 копейками, по-моему. Яблоко сортовое, вот такое. Мы не могли вчера съели по яблоку, не могли наесться. Очень сочное, сладкое и хрустящее такое. Кусаешь, аж брызжет сок. Короче, очень вкусные яблочки. И морковь, Витя, морковь. Какую цену морковь? 42. Морковь 42 гривны, тут на 48 гривен. Она, получается, длинная, но этот сорт, я знаю, она сочная. Вот. Вот такая, немножечко в земле, в грязи, но это не страшно. Такое впечатление, что вот она только вытянута из земли. И это радует. Значит, она сочная и не жилистая, не подсохшая. Вот. Ну, один лимончик взяли. Почем лимоны, Витя? По 60 с чем-то, да? Ну, лимон так. К чаю взяли лимончик, чтобы и того на 380 гривен цена. Вот видите, как выросли. Поэтому вот так. Сейчас руки помоем, переоденемся немного. Жарковато. И сбегаем к Даньке, посидим с ним. Не посидим даже, а погуляем на улице. С Данькой он любит бегать. Сейчас покормлю сынка и пойдем дальше, ребятки. Все. Тревога только что отгудела, отшумела. Честно, когда смс-очка приходит на телефон, что воздушная тревога, я извиняюсь, конечно. Но кроме матов в голове ничего не нет. Уже просто нет сил. Ой, хочется, чтобы скорее это все закончилось. Завтра такой праздник, преддверие и радости мало, конечно. Гудит и гудит бесконечно. Но видите, нас Бог миловал, что мы не живем на тех сторонах, где хуже, чем нам. Пускай всем, кто сильнее пострадал в этой войне, чем мы, пускай всем Бог дает здоровье, терпение, удачи, мира. Не знаю, ужасное время, ужасное состояние. Невзирая ни на что, ребятки, я прошу вас, не отчаивайтесь, скажем так, не грустите, держитесь. Мы люди сильные, мы все выдержим. Именно так вот надо и жить, себя заставлять быть терпимее и спокойнее, потому что нервная система уже действительно не выдерживает. И кроме матов ничего в голову не приходит. Вот так. А вам всем Бог даст, пускай здоровья, мира, тепла, уюта, радости, позитива, улыбок. Ну, в общем, все самые добрые и хорошие слова вам, подписчики дорогие, ну и гости канала. Витюшка вам передает привет. Всем привет. Да. Дорогая. Не унывайте, держитесь, держитесь. Все будет хорошо. Время летит, кони летят, годы наши мчатся, а песня остается на века. Доля, блин. Понад пропастью, по самому, по краю, я коней своих накалькаю, стихаю, погоняю, что-то воздуху. Мне мало ветер пил, туман глотаю, чую с гибельным восторга, пропадаю, пропадаю. Чуть помедленнее, чуть помедленнее, чуть помедленнее, и укащики вам кнуты плеть. Ну, что-то кони мне попались, приверегливые, и дожить не успеть, и допеть не успеть. И я коней напою, и я куплет допою, под немного еще, да постою на краю. Сгину я, меня пушинкой, ураган светет с ладони. И в санях, меня галопом, повлекут по снегу утром, вы на шаг неторопливый. Перейдите, мои кони, хоть немного, но продлите путь последнему приюту. Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее, вы тупую не слушаете плеч. Но, что-то кони мне попались, приверегливые, и дожить не успеть, и допеть не успеть. И я коней напою, и я куплет допою, под немного еще, да постою на краю. Мы успели, гости к Богу, не бывает опозданий. Да что ж там, ангелы, поют такими злыми голосами? Или это колокольчик, безошелся от рыданий? Или я кричу коням, чтоб не несли так быстро, сани, чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее. Я умоляю воскачь, не лететь, но что-то кони мне попались, приверегливые, И дожить не успел, и допеть не успеть. И я коней напою, и я куплет допою, В подглавенье еще, да постою на краю.